Девушки отдыхают Сегодня в этой серии я думаю, что мы дойдем либо вплоть до активных боевых действий, либо даже их проведем, если все вот эти вот претензии аншлюзы пойдут браком и нам придется воевать, вместо того, чтобы забирать эти территории мира. Но я думаю, что все-таки мы сможем все вот это вот забрать без кровопролития и дойти до, допустим, войны с Францией. Я посмотрел, есть тут фокусы с волнениями и можно будет получить несколько хороших друзей. Все-таки лучше завести их, потому что, ну мало ли что, все-таки стран НАТО дофига больше, если они плодить дивки будут в гигантском количестве. Это будет большим геморроем с ними сражаться всеми, поэтому чем больше из НАТО выйдет всякой нечисти, тем лучше. А еще лучше, чтобы они стали нашими друзьяшками, ну хотя бы на время войны с этим самым НАТО. Так, вот такие дела. Но в ближайшие, не знаю, наверное, года-два надо будет поднимать страну с колен после гражданки, скачать социальную политику, брать всякие разные фокусы. И в это время мы будем в основном наблюдать за ивентами, если что-то интересное будет происходить. Но после соцполитики возьму именно подготовку волнений, потом вернусь поднимать индустриализацию, товары на одноопотребление, уровень жизни и коррупцию побеждать. Так вот, поехали. И вот пока мы готовим волнения в европейских странах, ядерное испытание в КНД произошло. Все-таки есть вентики, связанные с Северной Кореей, фокусов пока нету. Но будьте уверены, когда фокусы у КНД появятся, мы обязательно за них сыграем. Очень интересная нация. Сегодня Северная Корея заявила об успешных испытаниях водородной бомбы. Несмотря на предоставленные доказательства, международные эксперты ставят под сомнение саму возможность производства таких боеприпасов в КНД. Тем не менее, большинство стран мира и международных организаций выступили резко против испытаний. Власти КНД заявили о поведении первого в истории Северной Кореи испытания термоядерной бомбы. Заявление о подземном термоядерном взрыве опубликовало Государственное информагентство страны. Центральное Корейское телеграфное агентство. Это недопустимо! Итак, пришла пора рассказать поподробнее о подготовке волнений. Первый фокус будет связан с нашими ближайшими соседями на Западе. Это Великая Герцогска, Люксембург, Бельгия и Нидерланды. Еще пять каких-то государств. Начнет подниматься с колен у них национализм и начнут потихонечку, видимо, готовиться к гражданке эти страны. Но это будет очень медленно идти, потому что даже ежедневная поддержка националистов плюс 0.10 это где-то, наверное, года два и займет, пока мы будем качать всякие социальные вещи. И после этого фокуса я еще подумал, возьму, наверное, дружбу с Финляндией, а потом начнем потихоньку готовиться, наращивать промышленность нашу, улучшать уровень жизни. В общем, всячески готовиться к предстоящему экшену. Вслед за нами выходит изъезд Великобритания, но она будет тянуть этот процесс как только может. И до сих пор она еще из него не вышла в настоящей реальной жизни. Такой вот неожиданный поворот событий произошел и в моде. Ну а в Турции, между тем, произошел переворот. Только вот он провалился. Попытка переворота, 15 тысяч увольных чиновников, 20 тысяч изгненных из школ учителей, сотни арестованных генералов. Цифры турецких честок впечатляют и человечество. Другое дело, что человек, которого хотели свергнуть в государстве, не сидит. Потому что это Эрдоган должен был быть. А тут все еще дядька, который до него в качестве лидера. Оказывается, альтоисторические перевороты случаются не только у нас. В Иране произошла гражданочка. Исламское государство, Иран, экстремистский ислам против федерального правительства. Да, Исламской республики обычно. Такие вот иногда события тут происходят интересные. Между тем, Китай наращивает сферу влияния в Юго-Западной Азии. И выбрал, кстати, Красного Дракона. Это интересно, потому что фактически Китай станет тогда нашим союзником. Потому что он будет бороться с США. Бороться со всякими другими странами, с которыми у нас могут случиться боестолкновения. Так что вот такая вот сделка с дьяволом у нас будет. Коммунисты и нацисты вместе выступят против всего мира. Довольно быстро закончилась гражданка в Иране. И победили экстремисты. А еще в Путина вселился пьяный дух Ельцина. И он перенес столицу из Москвы в Екатеринбург. А в США меж тем побеждает Дональд Трамп. Ну и копипаста из Википедии о нем. В Путина снова вселились бесы. И он снова перенес столицу. На этот раз в Санкт-Петербург. А это совсем забавные новости. Постоянные украины в ОДКБ. В Москве состоится торжественная церемония принятия нового члена в Альянс. Вот только в Альянсе Украины нет. Дожденек прогнать. Нету. Давненько у нас не было веселых ивентов. Россия гарантирует независимость Монголии. Мы гарантируем территориальную целостность Монголии. И в случае китайской агрессии готовы начать военную операцию. Заявил глава страны Владимир Путин. Возможно это остановит КНР. Ну вот как раз и узнаем. Кто кого колонизирует. Русские китайцев или китайцы русских. Я все-таки ставлю на китайцев. Вот и началось. Китайская народная республика нападает на Монголию. И что Россиюшка скажет. Сейчас мы... А, уже сказала. Все, Российская Федерация воюет с Китаем. 10 апреля 2018 года началась первая полномасштабная война. Мы с вами еще не вкачали по фокусам всякие территориальные мирные приобретения. А полномасштабная война уже началась. Правда не с нашим участием. Но ничего, скоро и мы подтянемся. Мне немножко осталось уподтягивать национализм в разных странах. И еще докачаем мы... Ну до конца года докачаем кое-какие вещи. И вступимся уже в всякие разные глобальные конфликты. И вот уже 13 апреля Москва подвергается атомной бомбардировке. Впервые хочется верить, последний раз в истории ядерная бомба была взорвана в ходе военных действий. Объектом бомбардировки является Москва. Огромный масштаб разрушений говорит о мощи нового оружия, которое вызывает страх не только тем, на что оно способно, но и тем, какие последствия несет для тех, которые его используют и для всего человечества. Мир затарил дыхание в ожидании, что последует дальше, согласится ли Российская Федерация капитулировать, чтобы избежать дальнейшей агрессии. Или это лишь укрепит боевой дух и желание нанести ответственного дара, там, наверное, началось по-настоящему. Вот так вот китайцы сразу взяли бомбу, клин, на Москву сбросили. А Россия, между тем, становится все веселее и веселее. Сопротивление в Крыму. После ввода в Крым войск и объявления комендантского часа произошли диверсии на предприятиях и инфраструктурных объектах. Население полуострова не оказывает содействие армии от ряда, народное ополчение блокирует ряд стратегических объектов и оказывается сопротивление противским силам. Моральный дух для украинской армии падает, происходит массовое дезертирство, солдат не хотят стрелять по своим согражданам. Их пока не дал в ценном заявлении, хоть восстановление порядка, но уже сейчас очевидно, что процесс может затянуться надолго. В общем, почти весь Крым украинцы себе отбили. Но это будет для них рядом. Как вообще дела идут в войне между КНР и Россией? Ну, я бы сказал, наверное, что примерно равенство, потому что, видишь, чуть-чуть Синьцзяна погрызли россияне. Но при этом китайцы нахапали кучу всего в Дальнем Востоке. Так вот, так что Синьцзиньпин, в принципе, более-менее уверенно справляется с Россиюшкой. Наверное, все-таки додавит правительство. Кто? Навальный воюет с Синьцзиньпинем. О боже, ну что это такое? Что это за дичь такая произошла? Непонятная. Эх, Путин ушел, пошел на валь. Пообещал разгромить китайцев. Итак, беспорядки в Европе завершились. Успехом даже где-то произошла гражданка. И сейчас мы пойдем по пути, наверное, аншлюза. Потом потребуем Кёнигсберг. И пойдем по ветке с чехами и словаками. Ну а дальше уже пойдем по Польше, по Венгрии, по базам в Северном море. Так, вот аншлюз в ноль. Аннексировали при этом мы Люксембург. И аннексировали Лихтенштейн, по идее, да? Вот он, наш успех. Хорошо, замечательно. А что вообще с теми странами-соседями произошло? Ммм, националисты кое-где повыскакивали. Где-то, а где-то нет. Ну ясно. Понятно. В общем, скоро появятся желающие к нам в альянс вступить. Это здорово. Это замечательно. Но пока подождем. А можно, кстати, Рексистам закинуть добровольцев? Нет? Ну приженка, потому что жалко. Аннексия Люксембурга. Германия заявила о присоединении Люксембурга. Выгоды от этой аннексии она практически не получила. Но зато выглядит, как серьезная заявка на решение территории. Ну и то же самое про Лихтенштейн. Итак, аншлюз вновь фокс выполнили. Будем ждать сейчас. Видимо, какой-то ивент произойдет. Ну и попробуем потребовать Кёнигсберг. Россия стала Евразийским Союзом. Как раз, наверное, самое то, чтобы побалутать немножко с ней. Итак, ноферншлюз. Повторяющееся народное выступление в Австрии ясно показывает, что жители жаждут объединения с нами. Пришло время действовать. Воль народа должна воплотиться в жизнь. Произойдет событие новый аншлюз. Та-дам! И у нас еще немного мяса добавилось. Так вот, замечательно просто получилось. Сейчас глянем и винтик. Германия вбивала свои войска в Австрию и заявила о том, что ей удалось совершить новый аншлюз. Повторю, действия 1938 года. Замечательно! Так, фокус должен закончиться уже. Да, требования к Кёнигсбергу мы вкачиваем. Сейчас получим ответ. На войну с Россией пока не пойдем. Да и это не Россия, это Евразийский Союз. Меня просили не нападать на Россию. Мы на нее не будем нападать. Мы нападем на Евразийский Союз. Хе-хе-хе. Так. Ну а дальше, наверное, претензии к Западной Польше. Надо бы взять. Ну а потом будем с Судетами баловаться, Словакией и еще парочкой бас. И закончим серию на это. И если все пойдет хорошо. Если Русич сейчас не скажет, что... Сорян, бро, ну я нападу на тебя. Россия уступает Кёнигсбергу. После предъявления России нашего ультиматума, ее правительство сочло нужным уступить нам территорию, на которую мы претендовали. Теперь мы контролируем Кёнигсберг и часть Лосточной Пруссии. Замечательно. Подожду денек, может, ивент какой-то произойдет. Еще девки наобучались. Не, ивентов не произошло новостных. А жаль. Итак, претензии к Западной Польше. Польша уступает территории. После предъявления Польши нашего ультиматума, ее правительство сочло нужным уступить нам территорию, которую мы претендовали. В принципе, Силезия, Восточная Пруссия, наши старые области вернулись к нам в благоразумный поступок. Ура! Итак, господа. Китай, Единый остров, Тайвань является частью и национальной территорией Китайской Народной Республики. Это историческое событие для нашей страны, заявил глава страны Ма Индзю. Ну, сегодня я празднуют объединение Китая. Вот и произошло. Канец объединения Китая. По-моему, нет. Тайвань как был, так и остался. А-а-а! Что-то очень странное явление какое-то случилось после победы Евразийского Союза в эпической воевашке. Да, все-таки он победил. Но, блин, они читеры, а не Навального посадили. Навальный победил бы назначено. Итак, фокусная база в Балтийском море получен. Возьмем базы в Северном море. Баз пока, собственно, я не вижу никаких. Но, может, через день что-то интересное произойдет. О, Королевство Швеции беляет войну Великому Шведскому Курулевству. Видимо, тут не получение баз имеется в виду, а именно развязывание какой-то гражданки. Между Великим Шведским Королевством и Курулевством Швеции. Хм, интересно. Итак, докачиваем базы в Северном море. Сейчас что-то интересное произойдет. И сразу пойдут ребой, судеты и судьбу Чехии. И закончим на этом серии. Ну, Словакию еще можно будет взять. Да. А там уже потом решим с планами. Либо на запад пойдем, либо на восток. И, кстати, что со Швецией интересный вариант случился. Они марионеткой стали нашей. Вот в чем вся загвоздка была. То есть базы фактически они нам предоставили. Норвегия что-то вообще просвечивала. Ничего не произошло с ней. Или... Ага. У нас... Они националисты стали. Но при этом у нас появилась цель марионетка Фокуса. Хм, интересно. Я думаю, что мы пригласим их в свой альянс, когда придет время. То есть они стали националистами после этого Фокуса. И не дали базу. Но зато из НАТО вышли. Хоть одна хорошая новость. Начинается новая мировая война. Кто выживет в этом хаосе? Небось, Навальный начал новую какую-то кампанию милитаристскую. А Фокус с судетами он нам дал войну. Явление войны. Если быть точным. Надеюсь, НАТО... НАТО не призовет Чехия. Быстренько надо забежать на Прагу. Все, Чешская республика капитулейтед. Не, все нормально. Все хорошо закончилось. Мы ее просто аннексируем. Возможно, со Словакией будет аналогичная борьба. Да, все верно. Мы нападаем на Словацкую республику. Принуждая Словакию. Берем союз с Венгрией. Так вот. И все, наверное, сейчас продавим быстренько Словаков. Да, но с ним совсем быстро получилось. Потому что я всю махину свою военную на них обрушил. Теперь надо подождать несколько дней. И случится его величество конфа. Носики на страхование. Бла-бла-бла-бла-бла. Все. Это все мое родное. Лошадь. Готово. Словацкая республика аннексирована. Так. Далее в нашей программе. Я много чего уже накачал. Надо бы самолетами заняться. Самолетами и вертолетами не занялся еще. Тихонечку. Надо бы. Вот. И я думаю, что на этом мы серию закончим с вами. Да. Как раз по таким экспансиям микроскопическим мы прошлись. Остались только союз с Венгрией. И дальше уже либо война с Францей, либо война с Россией. Союз не будем делать. Ну его нафиг. К тому же это уже и Бразийский союз. Огрессор. Такой злобный. Который тут нахлапал уже кучу всего. Да, не ксил. Ну а до Прибалтов еще не добрался. Видимо, скоро и до них приберется. Так вот. Ну и плюс у нас есть выбор. Нападать на Норвегию и прочих, кто мутировал фашистов. Или же подождать, когда они согласятся пройти к нам в союз. Надо бы, наверное, как-то сбалансированно заняться. Кого-то за Анексим. Кого-то пригласим в Альянс. Кого-то за Мурианетим. Надо будет подумать над этим вопросом. В понедельник. Или нет. В авторник, наверное. В следующий серия будет. В понедельник по Питену. Надо будет мне решить. Так же, как и решить, куда пойдем сначала. Пойдем на Францию и на НАТО, скорее всего. Или на Евразийский Союз. Так вот. Куда пойдем первыми. На этом пока все. С вами был Дмитрий Троф. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео, ставьте лайки. Всего доброго. Увидимся с вами. Продолжение. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys. Субтитры сделал DimaTorzok